Вот, ребята, давайте все поздороваемся. День добрый. У кого день, а у кого что? Вечер. Здравствуйте. Да, у нас вечер. Здрасьте, здрасьте. Так, значит я показываю свой экран. Здрасьте. Привет, привет. Сейчас, я показываю свой экран. У меня сегодня такое выступление. А чего он не показывает? Вот. Ну, во-первых, вы видите наше расписание, да? Да. И, соответственно, я сейчас буду рассказывать. У меня такая загадка. Вот смотрите. Мы имеем яблоко, мы имеем орех. Вот такое яблоко и вот такой орех. Ну, вы видите, что они разного размера, правда? Да. Вот. Яблоко имеет размер, диаметр 9 сантиметров, а орех 3 сантиметра. Как вы думаете, сколько орехов можно засунуть внутрь яблока? У яблока объем В1, у орехов В2? 4. Вопрос. Сколько можно засунуть орехов в яблоко? Ну-ка. 4. Так, один вариант 4 еще. Больше нет вариантов. Хорошо. Нет, сейчас я по счету. И 1. У меня вышло 27. Ого. У Женина дает. Представляете, ребята, 27 орехов можно засунуть в это яблоко. Кто поддерживает, Женю? Я думаю, что 15. 15. А как тебя зовут, кто сказал 15? Ваня. Ванечка, ага. Понятно. Ну вот, ладно, я пока выключаю. Вторую часть я расскажу после всех концертов. У меня у этого есть продолжение. Я расскажу потом. Так, ребята, кто не выступает, выключите, пожалуйста, микрофон. Пожалуйста, Женя. Ну, шляпы. В общем-то, ну, сейчас лето, ну, по крайней мере, там, где я живу, сейчас лето. В других странах, может, и зима. И, ну, как бы, рекомендуется носить головной убор какой-то, какую-то шляпу, ну, чтобы солнце не напекло. Но, как бы, в чём же состоит, как бы, сама суть того, что солнце не должно напечь? Выходит так, что страдает, как бы, во-первых, голова сама за счёт того, что она перегревается, ей становится, как бы, жарко. А также ещё очень вредно это всё для волос воздействия солнечного света, так как, ну, волосы начинают у них там кончики секуться, ещё что-то. Ну, то есть, в любом случае, это вредно для организма ходить без шляпы. И давайте я сейчас ещё расскажу несколько интересных фактов про шляпы. Ну, во-первых, в 18 веке была такая французская королева Мария Антуанетта. И она, как бы, начала эту моду ходить в таких необычных шляпах. Тогда женщины ходили в очень необычных шляпах, вот, как такие, это, как бы, некоторые из шляп. Некоторые из этих шляп могли в диаметре достигать целого метра. Также там было очень много, ну, всяких украшений. Там банты, перья, кружева. Там даже бывали различные механизмы, например, какие-то двигающиеся фигурки, ещё что-то. Также были на шляпах букеты из живых цветов, которые долго не таяли, потому что стояли в маленьких вазочках, которые были к этим же шляпам, как бы, подикреплены. То есть там могли быть абсолютно разные, как бы, сооружения на этих шляпах. Потом уже в 19 веке появилась такая, как вид голубного убора, который назывался капор. И женщины, они приделывали к нему искусственные локоны, и казалось, что это, как бы, их волосы, и им не надо было заниматься своей прической. Капор — это вот такая вот штука, и они к ней приделывали искусственные волосы, им не надо было заморачиваться со своей прической каждый день. Они просто одевали этот капор и шли, куда им надо. Также есть такое интересное выражение «безумный шляпник» или «безумный как шляпник». То есть, почему, как бы, шляпники были безумными, это, как бы, есть такая историческая основа у этой фразы, что шляпникам надо было обрабатывать там мех, фетр, еще какие-то ткани. И для этого использовался нитрат ртути. И, как бы, он действовал... Ну, как яд, да? Да, как яд, и отравление этой ртутью, оно приводило к повреждениям головного мозга, и поэтому мастера, которые делали шляпы, они страдали слабоумием, потери памяти, у них были галлюцинации, то есть у них было достаточно много проблем из-за этой ртути. Также есть такая особенность, что в тюрьмах Великой Британии раньше нельзя было сидеть в цилиндре, то есть, как бы, так как это была такая шляпа для благородной шляпы. Так, ребята, у кого там шум в комнате, выключите, пожалуйста, микрофон. Такие цилиндры могли носить только благородные люди, и, как бы, сидеть в такой шляпе в тюрьме запрещали, так как, если ты попал в тюрьму, то явно что-то не так. Также очень интересный факт про королеву Англии, Елизавету, британскую королеву. Она, ну, очень часто ходит в шляпках, и очень много есть шляпок, которые, как бы, королеве уже разонравились, и которые она перестала носить, и они попадают в такой своеобразный музей ее головных уборов, и там шляпки эти снабжают, как бы, надписью, где и по какому поводу королева появлялась в ней, а также фотографий королевы в этой шляпке. И экспозиция этого музея очень часто пополняется, то есть королева очень часто меняет свои шляпки. И еще одно, есть такая особенность, то есть там, например, какие-то режиссеры или еще кто-то, они используют шляпы, как бы, чтобы, ну, то есть, сделать, как бы, образ для какого-то актера. То есть, например, шпионом там надвигают низко на глаза шляпу, и сразу, как бы, оно кажется, что какой-то он зловещий или что-то такое, и поэтому, ну, то есть все как-то сразу понимают, что это шпион или кто-то такой. Ну, у меня все. Спасибо, Женечка. Так, ребята, кого что удивило? Здравствуйте, я чуть-чуть опоздал. Я Григорий. Меня из того, что я слышал, удивило, что шляпа достигает одного метра. Ну, ты не на много опоздал, это было в самом начале. Так, еще кого что удивило? Я подумал, что королева, когда шляпка ей разнравливается, она ее продает с аукциона. Да, мне тоже так показалось, мне тоже удивило, что один метр может быть. Ну, я не знал такого головного убора, которому можно приделывать локоны и можно заниматься прической. Наверное, интересный такой. Это моя шляпа. Глобус, моя шляпка. Шикарно. Говорит, горе у нас не повторит. Так, а меня знаете, что удивило? Я сидел и считал, сколько раз Женечка скажет слово «как бы». Она сказала его двадцать раз. Ничего страшного. Представляете? Как бы, как бы, как бы, как бы. Да, а когда человек говорит «как бы», он, например, говорит так. Я вчера как бы ходила гулять и как бы съела мороженое. И как бы у меня от этого ничего не было. Что сказал я? Ну-ка, ходил ли человек гулять? Ел ли он мороженое? Соболел ли он после этого или нет? Ничего не понятно. Потому что все как бы. Правда? Как бы это как будто, да? Ну, вроде да, а вроде и нет. Да. Женечка, ты послези за этим, ладно? Вот, я могу следующим? Ну, давай. Я про оригами. У меня не очень большая презентация. Подожди, подожди, еще раз скажи про что? Про оригами. А, про оригами. Хорошо. Да, у меня не очень большая презентация, потому что информация, которую я получила, хватило только на то, что... Вот оригами придумали в Японии, и с японского это переводится как складывать из бумаги. И можно много разных интересных, полезных вещей из этого делать. Мне очень нравится делать бумажные самолётики. Вот я сделал один сегодня специально для вот этой презентации. Называется Arrowhead. Это английское название. Я думаю, что переводится на русский как... Переводится в английский это airplane, но по-русски это... Нет, 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 нет. Я думаю, что это с английского переводится как... Гриша, скажи еще раз по-английски. Переводится как paper airplane. Переводится. Головка стрелы, потому что Arrowhead. Это головка стрелы. Нет. Переводится как paper airplane. Да нет, вот название этого самолёта. Головка стрелы. Понятно. Arrowhead. Гриша, когда я был такой маленький, как ты, я точно такие же самолётики делал. У него такой... Из-за складывания такой утяжелённый нос. Из-за этого он может так чуть-чуть вниз, поэтому закрылки там добавили. Я для него, как его сделать, нашёл на канале Foldable Flight. Это на английском. Если кто-то не знает английский, могут просто выключить звук и просто как... Ну, то, что на видео показывается, складывать. Ну да. Есть ещё специальная книжка с... Там, как это называется... Ну... То, что там картинки, чтобы когда складываешь самолёт, он выглядел хорошо. У меня её нету, но... Она должна быть хорошей. Ну да. Ну ты можешь у нас в Телеграме потом опубликовать ссылку там, на то место, где я это видел. Это на Ютубе. Просто можно, если знаешь английский, там в поиск вбить Foldable Flight. Будет много видео про бумажные самолёты. Ага, понятно. Это один из лёгких. Я выбрал лёгкие, чтобы не очень морочиться. Ага. И не переделывать тысячу раз. Спасибо, Гриша. У тебя всё? Да, у меня всё. Ну что, мне очень нравится, как ты лаконично рассказываешь по делу и очень кратко. Просто замечательно. Ребята, кого что удивило, расскажи, Григория. Я, кстати, делал реками лягушку. И она даже прыгала. А да, я знаю, я такую я когда-то её делал. Да, там, кажется, сзади нажимаешь на что-то, и она прыгает. Если я правильно помню. Да. Да. Вот я делал пароходики в детстве, очень любил. Их делал очень много. Да, вот мы сегодня в Италии с бумажными лодками что-то поделать, но что-то не очень получилось. Стали вот такие нормальные парусники и пароход с двумя трубами без клея. Но это моя мама делала, поэтому не знаю, как делается. но можно на Ютубе найти. Понятно. Так. Так, а кто у нас следующий, ребята? Так, где у нас, ребята, два брата, акробата из Сиэтла? Здесь? Саша и Коля. Здесь, здесь. Так, а Елизавета сегодня есть? Нету. Нету. Ну, тогда будет Саша или Коля. Кто будет? Алло, говорите. Да. Сейчас я буду. А это там было со стрелами? Это кто был со стрелами у нас? Отзовитесь, кто со стрелами был? Какая-то девочка была. Палец поднимал их вверх. А, это я. А тебя как зовут? Даша. Даша. Ты где живешь, Даша? Сколько тебе лет? Я в Канаде живу. В Канаде. А лет тебе сколько? Десять. Десять. Понятно. Ты первый раз в нас, да? Да. Вот. Ну, ты подумай, какой рассказ ты нам можешь сделать в следующий раз. Мы в конце нашей встречи записываем, кто про что будет рассказывать. Ладно? Хорошо. Ну, я потом тебя запишу, когда ты подумаешь, какой рассказ. Ладно? Так, ну что, Саша или Коля, давайте. Так, это кто? Давайте я тогда буду. Айтон, ну? У вас Воли не хочет. Так. Кто сказал, давайте я тогда буду? Саша. Саша, давай, Саша. Так, я пока тогда остановлю запись, ладно? Пожалуйста. Ну, я буду рассказывать про муравьи. Только погромче, ближе к микрофону. Хорошо. Вот. Муравьи строят такие колонии. Всегда у них, они работают всегда так склажины и такие подземные такие комнатки делают. И они там иногда выращивают еду или все на свете могут там чего чего хотят. Вот. Например, там королева живет всегда и не только королева, там еще солдаты. А мы про солдаты попозже сейчас поговорим, но не сейчас. Там еще живут вот, например, есть такой тип муравьев называется по-английски leafcutter ants. но это как бы переводится как режущие листья. Они там режут листья и как бы они листья этими едят, а просто они помогают выращивать плесень. выращивают и эту плесень они едят. То есть листья они режут, чтобы выращивать плесень, да? Да. И эту плесень они как раз едят. Можно слово вставить? Да. Вот это перевод для leafcutter ants. я думаю это было бы правильнее как листья режущие муравьи. Ну, может и так, не знаю. Да, я просто так думаю. Вот разные типы муравьев. Мы видим сейчас королеву с крыльями, мы о ней потом поговорим. вот эту большую сейчас вот большущую вот она королева. Она не командир, она всеми не командует, как вы думали, а просто выращивать яйца. Вот следующий это солдат. Солдат он ничего не делает, он как бы проверяет, он как бы инспектор работы, как кто работает, и у всех своя как бы отделение ответственное. И вот эти три последних, они самые маленькие, они ничего не принашивают, они просто работают под землей, выращивают, там, ухаживают за королевой, и все такое. А два немножко побольше, они как раз и приносят еду. и только вот каждый год королева как бы умирает, и она не специально перед смертью специально выращивает яйцо специальное, которое будет следующая королева. и эта королева рождается с крыльями, и она как бы просто как бы найдите просто с крыльями, ну а потом они у нее как бы пересохнут, и все. Ну, отваливается, да? Ну, вот, вот каждый, ну, к вашему удивлению, всех муравейниках только девочки. Никто не мальчик. Они только выращивают мальчиков, чтобы как бы женились на эту королеву. и все, а потом умирают. Да, такое немножко печальное известие. А можно я что-то опять скажу? Можно. Вот про солдатов, я думаю, если другой муравейник попытается туда напасть или что-то, то солдаты будут защищаться. Да, будут. Вот, вот это у них большая голова, это у них все мускулы, чтобы кусать, как бы использовать это, кусать, как бы все мускулы, чтобы кусать. Да, хорошо. Да, они там патрулировать, инспектировать и еще как бы защищают. Защищают, да. Можно вопрос? Можно. А вот на той фотографии они были размера, как в реальной жизни, или вот они были увидены? Нет, я не знаю насчет реальной жизни, и знаю, что королева огроменная. Ну, вот здесь просто видно, как они относительно друг друга, размер какой-то. Да. Да. Вот, и так можно сделать такой эксперимент. Найти у себя дома муравейник и на лист бумаги смешать водичку, сахар и или красители или медовый акварель. И эти стаканчики с сиропом поставить на на лист бумаги и оставить на улице возле муравейника. Наверное, не стаканчики, И муравьи очень-очень любят сладкое, сладкое. И вот здесь показано, что если присмотреться, они окрашиваются в этот цвет. Видно, что вот эта желтая жидкость и они как бы превращаются в желтым. Вот видно. Такой эксперимент можно проделать. То есть можно любую краску цвет взять, да? Ну, или медовый акварель, или красители для еды. То есть съедобные краски, понятно. Ну, да. А то они не сделают. У нас дома муравьиные проблемы. Там видели, как ползают муравьи, и их приходилось прикурить. А, я еще хотел вам рассказать про мегаколонию. И что это такое? Вот, мегаколония это такая распространение, колония, которая очень большая. Ну, вот, например, как с этими собаками. Раньше только один был пород собак, а потом со временем они как бы сделали с другими. муравьями. вот, можешь с муравьями так тоже сделать. Если такой один тип взять, тогда как бы она немножко делается другими и все такое. Ну, как бы просто ДНК так делает. И вот произошел такой случай 200 лет назад, где тип муравьев из Аргентины привезли сюда в Америку. И они составили одну большую мегаколонию. Эти муравьи из Аргентины, они так и называются Аргентинами. И эти муравьи составили у них не одна королева, как у всех, а два. Два королевы. И два, несколько даже. Они как бы сделали такую одну большую мегаколонию. И потому что они их привезли в Америку, и как бы они, их ДНК не менялся. Никак не менялся. И они как бы составили мегаколонию. И они не такие не очень сильные, они такие, наоборот, маленькие, слабые, у них средства борьбы не очень. но их числа побеждают всех. Вот они почти в Калифорнии убили все эти другие типы муравьев. 90% убили. Ну еще так, еще интересный факт один, что когда королева как бы яйцо выкладывает, она выкладывает яйцо. Она это яйцо может превратиться в кого угодно. И большие солдаты и маленькие работники и все угодно. Это все зависит от того, как колония его кормит. если кормит хорошо, превратится в солдата. Если плохо, тогда в работника маленького. И так далее. Вот и все. Ну вообще. Так, ребята. у нас будет муравьиный союз. Кого что удивило, скажите? Меня удивило, что королева рождается с крыльями и муравьевы. про мегаколонии. Я про это раньше не знал. Меня удивило, что у муравьев бывают две матки. Вот. И причем, что мегаколония это аргентинских муравьев, она распространяя по всему миру. вот. Там биллионы по всему Америке. Значит, это ультраколония получается? Ну да. Еще я не знал, что все муравьи, они женского рода. Да, вот это меня тоже удивило. И вообще, Саша, ты очень много рассказал такого удивительного, что там мальчиков очень мало, что королева всего одна, что вот они там одни только плесень выращивают. И главное люди. Я еще не знал, что они муравьев. Там несколько тысяч видов. Там 16 тысяч видов, по-моему, муравьев. Я помню, я встречал муравьев, которые с крыльями могут летать. Это не королевы были. Я очень, ну, их много очень разных видов. Есть красные муравьи, очень такие кусачие. красные у них очень ядовитые на самом деле. Ну, они кусочные. Про огненных по-английски. По-английски fire runs. Кажется, один мой друг видел одного такого fire run. Он заключал там fire run, там fire run. Значит, это красные муравьи. Fire это огонь. поэтому по-английски они огненные. Так, ну что? Вот я еще хотел сказать, что на самом деле красные муравьи занесены в красную книгу. Правда? Да. Вот один раз моя сестра наступила на муравьи и я видел, что все эти солдаты огромен дали ее кусать. вот один раз я был в одном парке там был трехлявый пень я в него пнул и там это был муравейник. Так, там кто-то еще хотел сказать. Ребята, кто еще хотел сказать? Кто-то голос там начал говорить. Да, Таша, спасибо. Так, А где Николаевна? Он сегодня будет? Коленька? Здесь. Я буду рассказывать про письменность. Про что? Письменность. Про письменность. Ага. Ну, давай. Письменность. 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 У меня девять тридцать шесть. Вот Кирилл Мефодий, они создали первую русскую арку. Это глаголица, Кирилл это сделал, а вот это Кириллица. Это не Кирилл создала, а его ученики. Есть очень много вида письма, это устав, там все буквы такие. Нету слов, просто все буквы там. Это полустав, не так струби, но вот слова, а это скорпись. От него перезошло так, что все. Коленька, все? Да. Спасибо. Так, ребята. Меня ничего не удивило, потому что я почти ничего не понял. Коля, можешь пояснить чуть-чуть подробнее? Для Гриши. Окей. Вот Кирилл Мефодий сделали азбук. Это глаголица. Это то, что они сначала сделали. Да. Это Кириллица. Это Кириллица. Сделали ученики. Ученикица. Да, и назвали Кириллица. А вот обратите, ребята, внимание. Подожди, Коль, верни эту картинку. Видите? Около букв напишены цифры. Да. Раньше русские писали числа вот таким образом с помощью букв. Представляете, это все надо было помнить. Я знаю, как это писать. Это 431. Ужас какой. А вот это стиль такой, пустой. Там все буквы по отдельности. Нету слов. То есть пробелы между... Это все. Только пробелы между буксами. И все. И должно быть все ровно. Это Кириллица? Не знаю. Ну, похоже, да. Это полностью. Я повторил. Коленька, подожди. Значит, есть устав, а есть полуустав, да? Да. Это полустав. И вот полустав есть слова. И не так строго. Это скоропись. Там как ляки-маляки. Ну, то есть то, что мы называем писать от руки, да? А принтер – это самое аккуратное писательное устройство. Я, знаете, думаю, почему буквы были без пробелов. Была бумага очень дорогая. А если писали не на бумаге, а на пергаменте, то это вообще очень-очень дорого. Вот. Ну, если очень-очень дорого, то, наверное, нужно… Вот так они сохраняют место, чтобы больше могли написать. Правильно, да. И еще была такая письмо древнерусская, когда одну букву писали над другой, и вот так их слепляли. Они вот так немножко сдвигали другие буквы, чтобы больше влезло на стороне. Вот. Да. Ну, здорово. Коля, спасибо тебе. Ребята, что удивило? Меня удивило, что первую азбуку назвали «Кириллицы». Вот. Для меня тоже было новое, кстати, Гриш. Я думал, что Кириллицу придумали Кирилл и Мефодий. Оказывается, нет. Спасибо тебе, Колечка. Ты очень большую новость мне рассказал. Я думал, что это они придумали. Ну, я знаю, что они пришли из Греции. Кириллица. Кириллица, да. А кто знает греческий алфавит? Ну, я. Я вам советую выучить. Будет очень полезно в школе. Я знаю. Что? Кто знает? Миша. Миша, это ты сказал? Нет. Это Даша сказала. А, Даша. Ага, понятно. Так, ну что, я пока выключу запись. Будем записываться на следующий раз. Скажу мою загадку. Скажу мою загадку. И расскажу вам мою загадку. Значит, загадка у меня была про орехи и про яблоко. Помните? Да. 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 Вот, значит, были ответы 4 орехов лезет. Значит, было ответ 15 орехов лезет. И Женя сказала, было 27. Мне нужно узнать, сколько яблока будет в высоту. Ну, будем считать, что оно как шарик. У него диаметр 9 сантиметров. Приближенно можно считать, что оно шар. Ну, и орех тоже примерно как шарик. Ну, хорошо. Значит, 3 на 3 на 3, 9 на 9 на 9. Просто крупная. Хорошо, я помню. Так, значит... Мы тебя подождем, ты будешь считать? Да, рассчитывать. Так, интересно. Значит... Если я правильно помню, тебе же 8 лет, правда? Да, 8. Ну, да. Один орех влезет. Извините, мне кажется, влезет 9 орехов. Это кто сказал? Миша. Миша. Один орех влезет. Тут должен быть подвох какой-то. Ну, да, Коленька, тут, конечно, подвох. Тут, конечно, подвох. Вот. Значит, получается... Вот. Значит, получается... Гриша. Да, это ты к нему присоединяешься? Миша. А? Да. Ты к нему присоединяешься, Гриша. Ну, короче, смотрите, вот формула, по которой рассчитывается объем. Мы видим, что радиус здесь стоит в третьей степени. Грот. Ура. Вот Гриша правильно сказал. 9 на 9 на 9 надо перемножить. А потом 3 на 3 на 3. А потом то, что получится. Первое число, вот смотрите, я сейчас буду показывать. Вот это надо разделить вот на это. Я не умею, я не очень хорошо с делением. Вот, вот смотрите, я сейчас делю, вот сколько получается. Значит, у меня был правильный ответ? Да, Гриша. И у Жени был правильный ответ. Женя давно, она еще в начале. Но ей 14 лет, она немножко соображает, математику видно хорошо знает. Она прямо мгновенно сосчитала и сразу дала правильный ответ. Вот, ребята, такой обман зрения. Орех вроде такой вот, ну, крупненький и яблоко не очень много их туда влезет. На глазок можно сказать, что штук 10, наверное, влезет. Вот, но на самом деле нужно 9 разделить на 3, получится 3. А потом 3 умножить на 3 и еще на 3. Получится 27. Ну, я просто сначала снизу делал. У меня получилась площадка 3 на 3. Ага. И вот высоту тоже нужно такие делать. И потом получилось 3 площадки 3 на 3. Получилось 3 на 3 на 3. Я сочетала сколько. И вот в одной площадке 3 на 3 9 и 3 раза по 9 это 27. Ну, в общем, молодец, Гриша. Молодец. Поэтому я так пришел. Да, классно. Ну что, ребята. Всем спасибо тогда. До следующего вторжняка. Прощаемся. Давайте. Пока. До свидания, Григорий. До свидания. Спасибо за занятие. До свидания. До свидания. Админ. Я могу в следующий раз сделать презентацию. Да, конечно. Да, ты уже придумала, что будешь рассказывать? Я думаю, что да. Да, ну скажи мне, я запишу. Про кафе. Сейчас, подожди секундочку. Вот. Значит, мы сделаем вот так вот. Так. Еще раз скажи мне, пожалуйста, это Даша, да? Нет. А кто это? Это Ана. 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 Так. Ана, тебе сколько лет? Мне почти девять. Ну, напишем девять, да? Нет. Так. Какой город, где, в какой стране? Я в Америке в College Station. В США, да? College Station? Да. Это Соединенные Штаты, да? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так, ну в Соединённых Штатах, да? Ну я хорошо понимаю, что это на самом деле. Ну это College Station внутри померки. Понятно. C-O-L-L-E-G-E. Ну я понял, College, да? College. Да, College. Хорошо, и это самое, про что ты будешь вам сказать? Кофей. Кофей? Это кофе, да? Нет, нет, нет. Это как в реставре. Кафе? Да. Гриша, переведи мне. Ну, к... Ну кафе это К-А-Ф-Э. Кофе. А, то есть там где... Кофе. 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 То есть там где кушать, да? Да. Да. Понятно. Пьют кофе и там можно мороженое, наверное, поесть, да? Да. Ну что ж, интересно. Так, спасибо. Замечательно. Ещё раз всем до свидания. Пока. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...